Радиослушатели, в эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Екатерина Гатурцева. На календаре 17 марта четверг и сегодняшний наш выпуск мы посвящаем глазным болезням. Сегодня у нас в гостях молодой учёный, аспирант научно-исследовательского института глазных болезней, врач-офтальмолог, хирург Якутской Республиканской офтальмологической клинической больницы Стефан Георгиев. И не забывайте, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-32166. Также вы, конечно, можете задавать вопросы по WhatsApp-номерам. Напомню, его цифры 8-411-232-0066. Так что, если у вас есть вопросы нашему гостю, врачу-офтальмологу, смело звоните нам в студию и задавайте их. Здравствуйте, Стефан! Здравствуйте! Задам вам первый вопрос, сразу без прелюдий. Что такое катаракта и чем она опасна? Катаракта — это помутнение хрусталика. Хрусталик — это естественная линза, которая позволяет фокусироваться лучам света на глазу таким образом, чтобы мы видели все предметы. Со временем, с процессами старения, происходит помутнение этой линзы. И эта биологическая линза, из-за того, что она мутнеет, нам нужно ее убрать и поставить вместо нее искусственную, которая будет заменять вот эту настоящую нашу биологическую линзу. А всегда ли это происходит, вот это помутнение с возрастом? Оно происходит у всех абсолютно, но не у каждого приводит к сильному ухудшению зрения. Это очень индивидуальный процесс, и, в принципе, катаракта оперируется именно тогда, когда вот эти помутнения, они снижают качество жизни пациента. Еще есть такая особенность, особенно у якутов, в том, что глаз короткий, и хрусталик очень большой относительно размеров глаза. И за счет этого может нарушаться ток жидкости внутри глаза и приводить к вторичной гаукоме, то есть поражению уже зрительного нерва. Этим и опасна. Этим и опасна катаракта, да. Именно поэтому нужно обследоваться и посещать врачи-офтальмологов, потому что многие пациенты думают, что вот моя катаракта еще не дозрела, поэтому ее не надо оперировать. Но, с другой стороны, это может вызывать другие проблемы. Поэтому обязательно нужно наблюдаться и следить за тем, чтобы вот эти вот критические размеры хрусталика не были превышены. То есть, получается, не нужно ждать, когда она созреет, нужно сразу же при первых симптомах обращаться и наблюдаться у врача. А какие симптомы? Симптомы будут постепенное прогрессирующее снижение зрения. То есть, это не будет какое-то резкое снижение. То есть, то, что вчера пациент видел вот хорошо, сегодня вдруг он плохо видит. Обычно это происходит там, вот я, вот пациенты обычно жалуются на то, что там вот год назад он видел прекрасно, у него все было замечательно, и вот он сейчас уже там вместо 10 строчек на таблице, он читает уже там 4-5 строчек. Вот такое ухудшение зрения в течение года, оно, в принципе, уже можно оперировать, скажем вот так. А связана ли катаракта, вот есть ли у человека большая миопия? Или это вообще не связано? Это разные процессы. То есть, катаракта развивается не при большой миопии, она развивается, в принципе, у всех. Это естественный физиологический процесс старения глаза. И у миопов тоже есть свои сложности во время хирургии, но у них как раз-таки гораздо реже происходят вот эти проблемы с вторичной глаукомой, поскольку у них гораздо глубже он расположен. Вы говорите вторичная глаукома, то есть она идет от катаракта, я правильно понимаю? Да, да, да. Именно катаракта, то есть большой хрусталик, он нарушает ток жидкости из задней камеры, где она начинает вырабатываться, и нарушает ток жидкости в переднюю камеру, где она оттекает из глаза. И получается то, что за счет этого повышается внутриглазное давление. А есть какие-нибудь наблюдения? Вот вы говорите с возрастом, да, все-таки с какого возраста примерно начинается вот это прогрессирование, старение глаза, да, и у кого чаще встречается, и, ну, может быть, не чаще, у мужчин или женщин? Ну, у мужчин или женщин сказать сложно, это, в принципе, я думаю, что практически одинаково. У мужчин может быть чуть раньше, у женщин чуть позже, но как бы в любом случае это наступает, это как бы такой неизбежный физиологический процесс старения глаза. И опять же есть определенные факторы, которые влияют на развитие катаракты, то есть, скажем, то же самое курение, употребление стероидных противовоспалительных препаратов, которые назначают при каких-то системных заболеваниях, это сильно увеличивает риск развития катаракты. Причем именно из-за медицинских препаратов могут возникнуть катаракты и у лиц молодого возраста. То есть это может быть и 15, и 20 лет, и 25, все зависит от доз стероидов. А врожденная катаракта и бывает? Врожденная катаракта бывает. Это чаще всего генетически обусловленное помутнение хрусталика. Оно оперируется несколько по-другому, поскольку хрусталик у молодых и у новорожденных, скажем так, у них он гораздо более мягкий, у них совершенно другая структура капсулы, она более эластичная, и как бы это требует более высоких навыков хирургии. И в то же время само извлечение вот этого хрусталиковых масс, которые там внутри вот этого хрусталика содержатся, оно более простое, потому что сам хрусталик, он мягкий, и он не требует факоэмульсификации, это вот что называется в офтальмологии, это когда ультразвуковой рукояткой, специальным наконечником разбиваются хрусталиковые массы и засасываются. Ой, вы так неприятно об этом рассказали. Такие операции проводятся у нас в Якутске? Обязательно, да. Эти операции наиболее... И для новорожденных в том числе? Конечно, да. А вообще как можно диагностировать, возможно, даже самостоятельно, что, допустим, у родителя начинается катаракта? Вот как-то это самим можно увидеть? Я думаю, что это скорее будет заметно по тому, как себя ведёт пациент, потому что он будет как-то более осторожно ходить, это будет заметно, потому что он видит хуже, чем раньше. Он будет где-то спотыкаться, ещё что-то, то есть вот может долго искать какие-то предметы на столе. Вот если замечают вот такое что-то у своих родственников, я думаю, что это повод обратиться к офтальмологу, потому что помимо катаракты есть другие заболевания со стороны глаза, которые требуют более раннего, скажем так, посещения офтальмолога. Я не услышала от вас возраст. Всё-таки во сколько лет уже нужно думать о том, что может развиться катаракта? С 50-55 лет вот это вот возраст, с которого наступают уже какие-то изменения хрусталика, которые приводят уже к снижению зрения. А как оперируется вообще катаракта? Насколько это длительный, страшный процесс? Катаракта в зависимости от уровня сложности может оперироваться в разный промежуток времени, скажем так, потому что бывают различные усложняющие факторы хирургии. То есть бывают осложнённые катаракты, которые оперируются дольше, потому что они требуют другого способа фиксации линзы или ещё каких-то других моментов. То есть это уже частные случаи хирургии. Но стандартная хирургия катаракты занимает в районе 15-20 минут. То есть обязательно нужно лечь в стационар, да? Или не всегда? В нашей больнице предусмотрена возможность дневного стационара, то есть когда пациент приходит, его оперируют в этот же день, и он приходит на следующий день уже на контрольный осмотр. А вот как проходит послеоперационный период после катаракты? Что можно делать, что нельзя? В послеоперационном периоде самое главное – это закапывание капель, которые назначены врачом-офтальмологом, чтобы не происходило каких-то воспалительных явлений, присоединение к какой-то бактериальной инфекции. Поэтому это очень важно, в первую очередь. Во вторую очередь нужно избегать наклонов, каких-то поднятий, каких-то тяжестей, каких-то сотрясений, то есть физических каких-то грубых нагрузок, вот так скажем. А в течение какого времени? Это в течение месяца. После месяца уже, в принципе, можно вернуться к обычной нормальной жизни. Эта операция не проводится лазером, да? Эта операция не проводится лазером, хотя на сегодняшний день присутствуют технологии, которые позволяют облегчить хирургию катаракты с использованием фемтосекундного лазера. Это вот такие… Но, скажем так, все равно остальная часть хирургии будет использовать не лазер, а все равно механическую работу хирурга. А возможен ли рецидив катаракты? Как таковой рецидив катаракты невозможен, потому что мы убрали уже все хрусталиковые массы. И вот давайте вернемся к тому вопросу, как производится именно вся хирургия, да, для того, чтобы понимать этот процесс. Значит, для того, чтобы это понять, нужно понять сначала анатомию хрусталика. То есть у хрусталика есть передняя капсула, которая ближе всего к роговице, то есть к переднему отрезку, да? Вот ее как раз нужно убрать, сделать круглый разрыв на ней. То есть, по сути, убирается кружочек такой на передней капсуле, и освобождается доступ к именно наполнению вот этой вот хрусталика, то есть хрусталиковые массы внутри. Они оттуда убираются вот как раз ультразвуком, оттуда высасываются, убираются, промываются, и после этого туда имплантируется линза, которая заменяет хрусталик. То есть, по сути, заново развиться вот эти хрусталиковые массы не могут, потому что мы их убрали уже оттуда. Но остается задняя капсула хрусталика. Она нам нужна для того, чтобы правильно зафиксировать линзу. Но через какое-то время она может помутнеть. И вот как раз ее убирают лазером. Она разбивается очень быстро, и как бы после этого пациент сразу видит хорошо. Через какое-то время она может помутнеть? Обязательно ли это произойдет, или не всегда? Это не обязательно произойдет, но так бывает. Это достаточно часто, но в принципе в этом нет ничего страшного, и это достаточно быстро решаемо. А как часто и как много в год делается подобных операций? У нас в больнице. Я думаю, что очень много. Я думаю, что в районе тысячи операций, я думаю, больше тысячи. То есть наши врачи набили руку уже? Конечно. Здесь замечательные специалисты. И я думаю, что сомневаться и думать о том, что нужно поехать куда-то для хирургии катаракты, я думаю, что это неправильное решение. Учитывая то, что у нас очень хорошие линзы имплантируются в нашей клинике. И в принципе оборудование позволяет делать операции на очень высоком уровне. И в принципе все оборудование новое, все расходные материалы одноразовые. И в принципе похвастаться таким могут единицы клиник вообще в России. В стране. Спасибо вам за этот ответ. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 00 66 32 11 66. Мы говорим о глазных заболеваниях. Сегодня у нас в студии врач-офтальмолог Стефан Георгиев. Звоните нам, задавайте вопросы. И также вы можете задавать вопросы по нашему ватсап номеру 8 411 232 00 66. Пишите нам вопросы. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через мгновение мы вернемся в эту студию и вновь продолжим говорить о глазных заболеваниях. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутская сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о глазных заболеваниях с врачом-офтальмологом, хирургом нашей республиканской офтальмологической больницы Стефаном Георгиевым. Мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии и задавайте вопросы врачу. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот делала операцию 4 марта, вот со всей месяца даже нету еще. Правый глаз. Катаракта, значит. И вот я хотела... У меня вот когда... Ну вот... Это на свет смотрю, да. И почему-то у меня вот слеза появляется. Ну, в общем, влажность. В этом... Где оперировали, да. Ага. И вот на свет, вот, допустим, мне вот, как бы сказать, немножко... Вот это вот влажность появляется. И... Так-то вижу все. Вот дело в том, что вот правый глаз... Левый глаз у меня тоже вот страдает сейчас. Может, я и до этого глаза, делого. А вот левый глаз тоже вот сказали на это самое... На будущем, на операцию. Но нельзя ли вот делать сейчас на левом глазу или это самое... Допустим, там... Чтобы они вместе, параллельно, ну, нормально смотрели. А то я... Получается, у меня левый глаз совсем вот... То есть, правый глаз хорошо, да, а левый глаз вот... Мне вот тяжело вот ходить, когда я хожу... Да, конечно, можно вам прооперировать второй глаз, и в этом нет никакой проблемы. И, в принципе, обычно как раз после хирургии одного глаза пациенты достаточно... Ну, замечают изменения на другом глазу тоже, потому что, в принципе, они уже забыли, что такое прозрачные хрусталики. То есть, получается, одновременно два глаза можно оперировать? Можно оперировать одновременно два глаза. Обычно так оперируют пациентов, у которых тяжелая... Ну, сложная транспортная доступность, им оперируют подряд два глаза, потому что им сложно приехать второй раз. Но в таком случае лучше их наблюдать и видеть, ну, чтобы они были все-таки в стационаре. А по поводу вот то, что слезится глаз? По поводу того, что глаз слезится, это, в принципе, нормальная реакция, потому что на глазу все-таки делаются разрезы, через которые заходят инструменты в глаз, и роговица какое-то время восстанавливается. Именно поэтому нужно закапывать капли и закладывать гель. То есть, вот, дополнительно можно использовать гель с дексапантенолом, который будет восстанавливать роговицу, и вот эти вот ощущения инородного тела, которые могут вызывать слезотечение, еще что-то, вот это вот будет уходить гораздо быстрее, если добавить его к лечению. В течение какого времени будет слезитый глаз? Ну, вообще, все жалобы проходят в течение месяца. То есть, вот, пациент проходит какой-то процесс все-таки восстановления роговицы, и вот он занимает где-то около месяца. То есть, 4 марта, если сделали, нужно потерпеть, и в апреле может уже все пройти. Да, если что-то сильно беспокоит, тем более, что беспокоит второй глазик, я думаю, что можно прийти к врачу, обратиться за хирургией второго глаза, и я думаю, что врач обязательно посмотрит этот глазик и примет решение. Да, обратит внимание на эти жалобы. Спасибо. У нас еще один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте. В 1921 году, ну, вот, в прошлом году, в конце апреля у меня сделали операцию на катаракте левого глаза. Через какое-то время операция прошла нормально, и у меня вот этот левый глаз почти ничего не видел, и теперь как бы лучше стало, да. Но мне еще представит, вот, операция на втором глазу, да, но уже вот 22-й год из-за короны меня записали только 18 августа. И у меня вопрос такой, ну, качество жизни чуть лучше стало, но правый глаз-то очень плохо видит, да, а я еще работаю. Поэтому вот вопрос, нельзя ли... Побыстрее. Чуть продвинут, вот, это возможно или невозможно? Хотя вот апрель, хотя бы май, да? Я думаю, что вам стоит позвонить именно в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу и уточнить этот вопрос именно в регистратуре. То есть, я думаю, что возможно сейчас в связи с тем, что нагрузка на стационар увеличилась, сейчас эпидемические мероприятия, они как бы несколько ослаблены уже, поскольку такой заболеваемости уже нет, как раньше, и принимается уже значительно большее количество пациентов. Ну, то есть, все решаем. Да, то есть, в принципе, сейчас возможно, что вас примут раньше. Просто нужно еще раз этот вопрос уточнить. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте врачу, офтальмологу свои вопросы. Стефан, скажите, кроме того, что со старостью возникает катаракта, возраст получается как причина, другие какие-то есть причины для возникновения этого заболевания, и еще кроме генетического наследования. Ну, вот как раз таки. Может быть, неправильный образ жизни, что-то еще. Ну, вот про что я и говорил, то, что, в принципе, вот курение достаточно сильно влияет на катаракту, и это считается уже доказанным таким процессом. Значит, сахарный диабет. При сахарном диабете достаточно быстро прогрессирует катаракта, особенно при высоких суточных колебаниях сахара. И вот именно в этом случае катаракта может очень быстро спрогрессировать. Также при нем вот как раз стероидных противовоспалительных препаратов тоже вызывает вот как раз катаракту. Причем катаракта при стероидных, она развивается достаточно быстро, и даже несмотря на свою относительно небольшую плотность, она очень сильно и выраженно влияет на снижение зрения. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Внук родился с катарактой. Да. Вот. И потом, значит, мы показывали его медцентре тогда, это офтальмолог была. Она каждый день, каждый раз мы к ней ездили, она в отпуск, в отпуске, потом направила где-то в Южную Корею и езжайте, там делают. В нашей больнице оперируют детей в том числе. Катаракту. Да, катаракту оперируют в том числе. Врожденные. Значит, мы кое-как собрали деньги, Южную Корею отец увез, там сделали это, линзу поставили. Да. И сказали, 12 лет поменяйте эту линзу. Сейчас мы можем где-нибудь здесь, в Якутии поменять эту линзу. А сейчас 12 лет уже наступило, да? Сейчас мы не знаем, кому обратиться. А ребенку сколько лет? Уже 12, да? Сейчас 10. Через 2 года. Вы можете в любом случае обратиться, я думаю, что в нашу больницу, в детское отделение и там решить этот вопрос. Если сейчас необходимо замена линзы, я думаю, что такая хирургия возможна тоже. Это когда ему было 3 года отец увез в Южную Корею. 3 года. Просто есть различные варианты коррекции после, скажем так, уже роста глаза, который возникает у любого ребенка. И вот эта линзочка, она же не меняет свою диоптрийность, то есть свою преломляющую способность. Поэтому требуется какая-то дополнительная коррекция. И если на данный момент очковая коррекция переносима, то тогда можно на этот глаз поставить очки, то есть можно просто очками коррегировать это. Если это уже невозможно, можно попробовать контактную линзу. И уже как крайний случай, это уже будет замена интраокулярные линзы, которые расположены уже внутри глаза. Также, возможно, дополнительные линзы ставят тоже так. Но это все в различных случаях рассматривается очень индивидуально. Поэтому прежде всего нужно пройти обследование полное офтальмологическое на базе нашей больницы. И я думаю, что решение по поводу хирургии мы принимем, если оно необходимо. Стефан, скажите, а можно ли вылечить катаракту неоперабельно, но при помощи каких-либо капель? Никакие капли, к сожалению, вылечить помутнение линзы не могут, потому что это уже помутневшая структура. То есть она никак не может восстановиться. И для того, чтобы ее сделать прозрачной, ее можно только убрать и поставить новую. То есть все-таки операция в любом случае нужна? На самом деле очень часто пациенты закапывают капли и надеются на то, что у них от этого пройдет катаракт. Но на самом деле если посчитать сколько денег они тратят на эти капли в течение нескольких лет, то это уже... Дешевле будет сделать операцию? Ну, операции здесь делаются бесплатно, но это поэтому как бы я думаю, что целесообразнее просто прооперироваться. Ясно. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Я в 2010 году мне сделали операцию на правом глазе, да, и как профилактика или что подходить, куда подсказки нет. Спасибо за звонок. Все зависит от того, где вы наблюдаетесь. Вы можете наблюдаться либо у своего участкового офтальмолога по месту жительства, либо наблюдаться у нас в Якутской Республиканской офтальмологической клинической больнице. А вообще вот такие профилактические меры после операции катаракты, они необходимы? Для чего? В принципе, пациент возвращается к абсолютно нормальной жизни. У него нет никаких ограничений после этого. То есть, здесь, если хирургия катаракты произошла штатно, скажем так, у пациента нормальные связки, которые держат хрусталик, то, в принципе, он может хоть там спортом заниматься, хоть что угодно, может в том числе экстремальным видом спорта. То есть, никаких противопоказаний после этого нет. И как-то, в принципе, там, что можно пожелать пациентам, это сохранять двигательную активность, заниматься спортом, и как бы в любом случае это будет улучшать кровоснабжение, и когда оно хорошее везде, то и глаз хорошо видит. То есть... И у глаза хорошее настроение. Да, и у глаза хорошее настроение. Стефан, вы сказали, что сахарный диабет, он является как бы одной из причин возникновения катаракты. А вообще, вот какие другие заболевания, глазные заболевания, могут провоцироваться из-за сахарного диабета? Из-за сахарного диабета могут... Да, конечно. Из-за сахарного диабета... Сахарный диабет вообще в принципе влияет на все сосудистые структуры глаза в том числе. Не только в глазу, а вообще в принципе в целом в организме человека он влияет на все сосуды и на нервную ткань. Значит, что происходит чаще всего? Во время скачков сахаров происходят отеки макулярной зоны. Это именно та зона, на которую собираются все лучи света, и вот эта зона позволяет видеть мелкие детали предметов. То есть вот максимальная четкая детализация изображения именно вот этой маленькой зоной она и позволяет видеть. Во время скачков сахаров там может происходить отек. И вот этот отек будет выраженно снижать зрение. Причем это снижение зрения будет происходить очень резко и быстро. Также на фоне скачков сахаров могут образовываться новообразованные сосуды с неправильностью. Стефан, мы продолжим говорить об этом после рекламной паузы. Сейчас мы прервемся и вновь продолжим говорить о глазных заболеваниях. А мы продолжаем говорить о глазных болезнях с молодым ученым, аспирантом, врачом-хирургом Якутской Республиканской офтальмологической больницы Стефаном Георгиевым. Стефан, давайте продолжим говорить про офтальмологические осложнения при сахарном диабете и после примем звонок. При сахарном диабете часто образуются новообразованные сосуды. Эти новообразованные сосуды они не с неполноценной сосудистой стенкой. И из-за этого они могут очень легко лопаться и может происходить кровоизлияние внутри глаза, которое будет выраженно снижать зрение и вызывать дальнейшее осложнение. В частности, это тракционные отслойки сетчатки. То есть, когда образуются мембраны, которые тянут сетчатку и отслаивают ее. А сетчатка это именно та ткань, которая позволяет нам видеть. И пациенты могут это долго не замечать, потому что это может быть где-то не в центре, а где-то по периферии. И когда они приходят уже с жалобами, у них уже настолько сложная хирургическая картина, что это вызывает уже, скажем так, какие-то сложности. А когда нужно обращаться? На что нужно обратить внимание? Первый сигнал какой? диабетикам нужно наблюдаться у офтальмологов всегда. Всегда, да. То есть, с момента постановки диагноза сахарный диабет пациент должен пройти обследование у офтальмолога и проходить его раз в полгода или год. То есть, вот так вот. Нужно взять на заметку. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я вот, значит, я хотела еще раз второй раз вопрос к вам можно задавать? Да, конечно, говорите. Я вот задавала, значит, вопрос о том, чтобы второй глаз вот левый у меня, значит, это самое, вы сказали, можно, да, переживать? Да, да, можно. Я вот должна идти, значит, через вот две недели, значит, на осмотр, это самое, по месту жительства. После этого я могу к вам подойти? Вы можете подойти к нам в больницу, но вы должны получить направление из своей больницы, то есть из своей поликлиники на хирургии вот правого глаза. То есть процедура такая? Да. Ага, у нас еще телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно по-якутски говорить? Стефан у нас по-якутски не говорит и не понимает, к сожалению. Поэтому... У нас передача на русском языке. Так, телефон у нас сорвался. Есть ватсап вопрос. Добрый день. У меня диагностировали макулярную дистрофию сетчатки левого глаза. Назначили капли, я их прокапала. Каково будет дальнейшее лечение? Показана ли операция? Мне 65 лет. Если это возрастная макулярная дегенерация и на данный момент сухая форма возрастной макулярной дегенерации, то есть на снимках сетчатки нет отека, то на данный момент все, что можно посоветовать пациенту, это соблюдение здорового образа жизни и применение лютеин из эксантин содержащих препаратов. То есть это поливитаминные комплексы, в которых содержится лютеин из эксантин. Эти препараты помогают сетчатке сдерживать вот эту дегенерацию и позволяют как бы дольше поддерживать сетчатку в том состоянии, в котором она есть. И обязательно нужно наблюдаться, если пациент замечает у себя какие-то дополнительные искажения, то он должен обязательно обратиться сразу к офтальмологу, провести оптическую керентную томографию сетчатки. Это снимки сетчатки в слоях, которые позволяют определить как раз есть отек или нет. Как пациент может самодиагностировать себя? Он может взять клетчатый листочек бумажки, в центре сделать точку и смотреть на эти линии. Если эти линии искажены, и они искажены давно, именно таким образом, как есть, он может их обвести ручкой и раз в неделю просто проверять себя, выходят ли вот эти искажения за рамки того, что у него есть. Если он замечает, что где-то в другом месте появляются дополнительные искажения, то это значит, что появляется либо отек, либо прогрессирует как раз возрастная макулярная дегенерация именно вот либо по сухой, либо по влажной форме. И вот это очень важно. Спасибо вам за этот ответ. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня сахарный диабет, и я глазному врачу показалась, мне сказали, это катаракта созрела, но отказали из-за сахара. Сахар сколько должен быть для операции? Вы знаете, здесь скорее вопрос. В принципе, для хирургии катаракты нет противопоказаний, как сахарный диабет. Но если у вас какие-то критические значения сахара, и это какое-то жизнеугрожающее состояние, то в таком случае вам могут отказать. Я думаю, что следует вам начать хирургию катаракты именно с консультации эндокринолога для подбора правильной сахароснижающей терапии, и после этого уже обратиться к офтальмологу для хирургии. И как бы в принципе... Сахар не снижается, и что сделать? Сахар не может не снижаться, у вас может быть неправильная терапия, либо то есть вам в любом случае нужно пройти консультацию эндокринолога, потому что понимаете, помимо хирургии катаракты и осложнений со стороны глаза, есть другие осложнения, которые вызывают сахарный диабет, и они могут привести не только к снижению зрения, но и вообще в принципе к, мягко говоря, снижению ее продолжительности. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к тому, что сахар находится в высоких значениях. Нужно пройти консультацию эндокринолога и соблюдать его назначение. подойти, да? И после консультации эндокринолога и назначения сахароснижающей терапии можно будет подойти на хирургию с направлением на госпитализацию от офтальмолога по месту жительства. Спасибо вам за звонок. У нас есть ватсап вопрос. Спрашивают номер регистратуры офтальмологии какой? Какой? 500 700 700 Так, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы врачу-офтальмологу. Осталось несколько минут до завершения нашей программы. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Я на счет ношения линзы. Вот у меня сухо есть в глазу, когда наношу линзу. И как стоит ли одевать линзу или в очках отходить? Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, я думаю, что вам нужно обратиться в термологическую клинику для подбора контактной коррекции, поскольку есть разные контактные линзы, которые могут по-разному переноситься. Плюс можно закапывать увлажняющие составы для глаз, то есть какие-то слезозаменяющие препараты, которые могут вам помогать переносить контактные линзы. Я думаю, что это все нужно, в первую очередь нужно посмотреть, чем вызвано вот это вот ощущение сухости и с этим разобраться. Вообще, в принципе, линзы носить можно, просто нужно подобрать правильные линзы и подобрать правильные слезозаменители. Они могут быть неправильные, да, линзы? Что вы имеете в виду? Для каждого пациента есть какой-то предел переносимости линзы, то есть каждые линзы имеют свой какой-то коэффициент газопроницаемости, то есть насколько они хорошо дышат и насколько они хорошо пропускают влагу. И каждый пациент может переносить разные линзы. И для кого-то это очень дорогие линзы, а для кого-то кто-то может обойтись бюджетными какими-то линзами. Ясно. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем, говорите. А, я вот хотел спросить про Глукому. Вы оперируете или нет? Вот, это Стехан. Да-да, Глукому оперируем. Да. А как вам обращаться? Вы можете взять направление из поликлиники по месту жительства на хирургии в Глукомы и уже здесь вас осмотрят. И если есть необходимость в хирургии Глукомы, то вас прооперируют. Спасибо вам за звонок. У нас есть еще телефонный звонок от слушателей и телезрителя. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня близорукость минус 6. И можно мне сделать коррекции? А сколько вам лет? Можно мне сделать коррекции? А сколько вам лет? 47. 47. Вы знаете, в принципе, в возрасте 47 лет делать рефракционную операцию не знаю, насколько целесообразно, потому что у вас все равно в ближайшие, скажем так, 10 лет уже начнутся изменения хрусталика, которые будут снова вызывать снижение зрения. я думаю, что нужно пройти полное обследование. Если у вас нет никаких противопоказаний для рефракционной хирургии, то в принципе это можно сделать. Но скорее всего это возраст уже, в котором не стоит, наверное, делать коррекцию. Так, у нас еще есть в WhatsApp вопрос. У меня часто перед глазами мушки ощущения пелены. Что они могут означать? Мушки и ощущения пелены как раз таки могут по-первых, это может произойти из-за того, что произошел разрыв какого-то сосуда на сетчатке и это может привести как раз к отслойке сетчатки в том числе. И это очень такое опасное осложнение, которое приводит к полной потере зрения. Поэтому нужно обязательно посмотреть глазное дно на широком зрачке и посмотреть нет ли там каких-то разрывов. Ну а также ощущение мушек может быть связано с естественной деструкцией стекловидного тела. Стекловидное тело это гелевидная структура, которая расположена за хрусталиком и уже доходит до сетчатки. То есть получается вот то, что как каркасная прозрачная такая структура. С возрастом она немножко изменяется и становится более плотной и менее прозрачной. И вот это может давать в том числе вот это ощущение пелены и мушек. Но нужно обязательно исключить разрыв с кровоизлиянием. То есть вот если это исключено, то тогда это деструкция. Спасибо вам за ответ и вообще за полезную интересную беседу. Я желаю вам здоровья, всего хорошего и всего доброго. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. В студии работала Ларина Сукуева за режиссерским пультами Екатерина Голикова и Мария Новгородова. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова